Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео «Лучшее время для еды». В какое время лучше есть, чтобы худеть, снижать сахар, убрать тягу к сладкому, убрать инсулинорезистентность, быть здоровым и дольше жить. Итак, сегодня вы узнаете, как не только избавиться от лишнего веса, жира, у кого он есть, но и убрать такое ужасное состояние, характерное сейчас почти для всех людей, как инсулинорезистентность, соответственно, снизить инсулиновую нагрузку, убрать тягу к перекусам, к обжорству, к сладкому, что важнее всего, к еде на ночь и вообще вредной еде. Пока вы относительно молоды и здоровы, вы можете хорохориться и всех вокруг вас, в том числе лекторов, тыкать всех в свой противоположный, от объективного, полезного режим дня. Можете радоваться этому, потому что у вас большой запас прочности от природы. Но не стоит глупить все же. Запас исчерпаем, и вы могли бы прожить дольше, при равных прочих факторах, если бы не растрачивали свой потенциал понапрасну. Помните, все скажется в последней трети своей жизни, и проблемы со здоровьем налетят как снежный ком с горы. Итак, не нужно есть 3-4 и более раз в день. Это вредно. Это неестественно, нефизиологично. Это вредно. Для переваривания и усвоения многих продуктов и их компонентов нужно до 8 часов времени. Помните об этом. Очень вредно смешивать несовместимые и трудноперевариваемые продукты между собой, например, белки и быстрые углеводы, то есть сахара. То есть то самое классическое изречение 1-е, 2-е, 3-е и компот – это ужасная, неестественная комбинация обжор и больных людей. Нельзя есть постоянно и очень вредно перекусывать. Организму нужен большой период времени для новых порций еды, для нормального переваривания и усвоения уже того, что вы съели ранее, для самоочищения, наконец, для нормальной работы всех органов и систем, которые не должны переваривать пищу круглые сутки. Организму нужна энергия и как можно больше, но не нужен сахар, а нужны жиры. Во многих своих лекциях я все это уже пояснял. Пояснял пошагово и полно. В этом видео я не буду по ходу изложения давать ссылки на те или иные лекции, а дам их в самом конце этого видео для тех, кому действительно они будут нужны для дальнейшего изучения и конспектирования. Но я все же советую это сделать. Кетос, кето-диета это основа здоровой энергии, а сахара, они вредны и не нужны организму вовсе. Сахар, помните об этом, всегда образуется из жиров и белков в самом организме, если организм посчитает это нужным. А вот жиры это основа высокоэффективного топлива для наших митохондрий, для получения энергии АТФ. Вообще есть два пути получения клетками нашего организма энергии. Это гликолиз, то есть получение энергии за счет расщепления сахаров, в первую очередь глюкозы, и кетоз, то есть получение энергии за счет расщепления жиров. Кетоз для организма наиболее физиологичен и очень важен для наших митохондрий, это такие наши энергетические станции организма, маленькие органеллы в клетках. Они полноценно начинают работать только на кетозе. И все прелести этого процесса, который запускается иногда впервые за десятки лет жизни, когда человек начинает кардинально менять питание, сейчас поясню нюансы, впервые за десятки лет жизни, когда он начинает менять свое питание, возникает прилив сил и энергии. Этому помогает, усиливает эффект интервальное голодание 6-18 и особенно 4-20. Но внимание, начинает кетоз работать только тогда, когда человек не ест сахара, то есть глюкозы, фруктозы, сахарозы более 30 грамм в сутки. Особое внимание, 30 грамм имеется в виду получаемых из всей съедаемой пищи за сутки. Переходить на такой режим интервального питания и на кетопитание при этом резко стоит не всем. Это зависит от наличия болезни и состояния здоровья в целом. Но попробуйте, не бойтесь. Вот только точно и сразу уберите все сахара из рациона питания. Тут не нужно тянуть. Сахарная ломка будет у вас не более 5 дней, но только если вы, конечно, реально уберете их из рациона, то есть не будете есть более 30 грамм сахаров из всей съедаемой пищи в день. Помните, и в укропе, и в редиске, и в чесноке есть сахара. Только мало, потому считать надо сахара из всей съедаемой пищи, даже если вы считаете почему-то, что в этой пище сахара нет и считать их поэтому не нужно, уверяю, есть. Даже в хрени, в луке тоже есть глюкоза. Просто мало. Перейдя на интервальное питание и на кето при этом, вы повысите тестостерон, гормон роста, укрепите, а не ослабите мышечную массу, избавитесь от лишнего жира, запустите процесс аутофагии, то есть самоочищения на клеточном уровне. Этот процесс заложен в нас, а вы его просто активируете. В итоге вы продлите себе жизнь и укрепите здоровье, то есть продлите долгие здоровые годы жизни. У кого лишний вес уже давно, кому мало помогают любые диеты, у кого замедлен тем самым метаболизм, нужно перейти в итоге на питание один раз в день и не позднее 14.00. А если этого будет недостаточно, если вы при этом не будете снижать жировую массу свою, то нужно перейти на питание один раз в два дня. Если же перейдя на такой режим питания и на кето по типу питания, вы будете наблюдать, как уменьшается ваш живот, скажем, или бока, через 5-6 дней, то у вас нормальный обмен веществ, это хорошо, так и должно быть. Конечно, если вы почти не худеете, имея повышенную массу тела уже давно, можете раскачать свой организм, свой метаболизм и перезапустить его на длительном голодании, скажем, от двух недель до месяца. И уже потом, постепенно начиная питаться, перейти на двухразовое, уже адекватное, полноценное питание и остаться на нем. Пока вы молоды, или у вас изнурительные тренировки, или тяжелая работа, например, грузчиком, то ешьте 3 раза в день, но в том же диапазоне времени, а остальным желательно 2 раза в день. Что есть и с чем есть, будут даны рекомендации в конце этого видео, как я уже сказал. И под видео ссылки, не забудьте об этом. А перейдя на кето, ваш организм будет расщеплять, то есть использовать ваши же накопленные в организме, отложенные в организме жиры, то есть жировую ткань, как топливо, при недостатке энергии. А как похудеете до физиологической нормы, то не потребляйте калорий больше, чем вы тратите в этот день, то есть не более того, сколько вам требуется для нормальной жизни. Обычно это 1500-1600 килокалорий в сутки. Если вы активны, но не спортсмен, не шахтер, им требуется, конечно, больше. К тому же, изменив свое питание, режим, рацион, перейдя на кето, вы снимете нагрузку с многих органов, в том числе с поджелудочной железы. Вам будет практически не нужен вырабатываемый поджелудочной железой гормон инсулин. У вас пройдет инсулинорезистентность, у кого повышен, снизится сахар, а митохондрии станут активными. Минусов никаких не будет, одни плюсы. Будет больше энергии, яснее станет ум, улучшится память, и придет желание жить и творить. Эти положительные чувства будут ярче, а у кого-то впервые проснутся. И помните, на сахар люди массово перешли в качестве основного источника энергии всего лет 100 назад. И тут начались массовые болезни века. От сахарного диабета второго типа до аутоиммунных болезней и онкологии. Но когда же лучше всего есть? В каком диапазоне? Итак, есть надо первый раз, не ранее 10 утра. Первая еда должна быть в идеале в 11.00. Тогда второй раз стоит есть, скажем, в 16.00. И потом уже не нужно есть ничего до следующего дня опять, до 11.00 утра. Считаем. В 11 вы поели. 12, 13, 14, 15, 16. Это 5 часов перерыв до следующего приема пищи. В 16.00. И потом перерыв 19 часов до следующего приема пищи на следующий день. Выходит режим 5.19. Примерно так. Если вы встаете рано, скажем, в 5 утра, то можно первый раз поесть и в 10 утра. Тогда ешьте второй раз в 16.00. В этом случае вы сделаете до утра следующего дня перерыв в 18 часов. И это тоже хорошо. Выйдет режим 6.18. Если вам поначалу будет трудно есть два раза в день, ешьте три, скажем, в 10 утра, в 13 или 14.00 дня и в 16 часов. В общем, в любой промежуток между 10 и 16.00. Если у вас в питании будет жиров достаточно, а сахаров будет не более 30 грамм в сутки, то тяга к перекусам быстро у вас пройдет. И вам будет вполне достаточно и комфортно есть два раза в день. Поймите и поверьте, что и другие люди, которые сейчас так питаются, когда-то в это не верили, как и вы, допустим, сейчас. Так как сильны зависимости ваши вкусовые и зависимость от сахара. Главное здесь, чтобы вот в эти 10 или 11 часов утра, в первый прием пищи за день, было больше жиров и белков, то есть, чтобы пища была достаточно калорийна и полноценна. Не переживайте, при правильном рационе, составе и полноценности пищи или с правильными биодобавками никогда мышечная масса у вас не снизится, а только жировая, то есть, излишний жир на боках, в животе, висцеральный жир будут уменьшаться, так как, перейдя на кетогенную диету, организм начнет расщеплять жиры для получения энергии, а не будет использовать для этого сахара. Как это было всегда у вас ранее, пока вы ели более 30 грамм чистого сахара в сутки. Потому у вас ранее и запасалась лишняя энергия, получаемая с пищей, но не потраченная сразу, то есть, лишние калории запасались в жировую ткань. А теперь эта ткань впервые будет уменьшаться до физиологической нормы, так как она теперь будет использоваться в обменных процессах, поскольку вы запустите себе процесс кетоза, то есть, энергообмен на преимущественно жирах. Что касается еды, еду можно брать с собой на работу, любую, никто вам этого не запретит. Все отговорки, это желание успокоиться мыслью, что от вас ничего не зависит. Нет, от вас зависит все, остальное это ложь и самообман. Взяли еду на работу и съели в перерыв, скажем, в 13.00 или 16.00, если вы работаете, скажем, до 17.00 и так далее, придя домой, уже есть ничего не надо, как вы к этому привыкли. И это не потребность, а ваша привычка и зависимость. А якобы потребность, как вы считаете, может быть только от вашей инсулинорезистентности, так как вы ее в свое время создали частыми перекусами и сладким, и вечерним питанием, многоразовым в день питанием. А после 16.00 можно пить только воду или травяной чай. Ну а уж если вы очень хотите есть, как вам кажется, по крайней мере вы это ощущаете, поначалу, а такое по первости может быть, потом пройдет, поверьте. Так вот хочется очень, не в моготу, примите тогда псиллиум, разведите его в воде и примите, только польза будет, но калорий и пищеварение вы с этого продукта не получите. При этом вы останетесь в режиме, в кетозе, то есть вы останетесь в программе, ничего при этом не собьется, а чувство голода уйдет, можно принимать и белую глину вместо псиллиума. Но помните еще раз последний про вред перекусов, откажитесь от них вовсе. Не может съесть днем, пожалуйста и днем, в любое время, примите псиллиум, разведя его теплой водой и просто выпейте. Ну а теперь вот что вам нужно посмотреть, записать, составить конспект в идеале и применять в жизни для понимания своего оздоровления, понимания того, как функционирует организм, почему, то есть знать, понимать все причинно-следственные связи. И так вот эти рекомендованные мною мои лекции. Интервальное питание или интервальное голодание. Его условно можно назвать голоданием, а оно запускает и расщепление жиров ваших, и аутофагию, и выработку гормона роста. Второе видео. Раздельное питание. Третье. Кето-диета, веганское кето-питание. Четвертое. Инсулино-резистентность. Пятое. Что будет, если вы откажетесь от сладкого на 10 дней? Шестое. Почему у вас тяга к сладкому? Что это означает и как от нее избавиться? Вред перекусов и ложный голод. Седьмое. Калории. Восьмое. Псиллиум. Девятое. Не ешьте это, чтобы прожить дольше. Десятое. Почему нельзя есть после 16.00? Полное обоснование. Одиннадцатое. А что же тогда есть? Двенадцатое. А что же есть не нужно? Тринадцатое. Зелень, дикоросы, ботва лечат. Четырнадцатое. Хлорофил основы долголетия. Пятнадцатое. Аутофагия. Шестнадцатое. Очищение и голодание. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.